Субтитры делал DimaTorzok Сегодня поговорим с игроками, точнее с Дмитрием Челаньковым, вице-капитаном команды. Дим, вижу, ты тоже находишься дома на самоизоляции, если я правильно понимаю. Чем занимаешься в свободное время? Как вообще твое время проходит в самоизоляции? Да, мы сейчас, как многие, находимся на этой самоизоляции. Мне повезло, возможно, в отличие от большинства, у меня есть возможность уезжать на работу. Частично работают на удаленке. Но во всем этом плюс того, что сейчас происходит, это возможность провести время дома побольше, своей семьей. Так, в свободное время это те же тренировки домашние. Но в последнее время уже несколько дней ухожу на стадион. Есть у нас укромное местечко, где можно заниматься. Потому что, как ни крути, время прошло много уже месяцев, даже больше месяцев. И как тут не следи дома, надо уже начинать немножко бегать. Чтобы хотя бы, когда мы выйдем, я надеюсь, уже скоро выйдем с этого всего, смягчить режим вкатывания. Побыстрее уже вернуться к той форме, которую набрали на момент начала этого периода. Да, удается ли как-то, скажем так, поддерживать то, что наработали на сборах? Потому что, наверное, самое главное, есть ли возможность беговые какие-то упражнения делать. Потому что Иван Андреевич говорил, что если есть у кого-то рядом лес, то у того преимущество, скажем так, что есть вариант поработать. Ну, естественно, что в домашних условиях очень тяжело что-то выполнять, связанное со скоростной работой. Ну, есть много там упражнений, программ. Тренерский штат тоже, наверное, скидывал тут по подготовке. Но я повторю, что вот уже несколько дней ухожу на стадион бегать. То есть начал там беговые упражнения делать и на скорость тоже. Вот, поэтому возможность есть такая. Дим, мы с тобой общались, как сказать, в ролике, да, когда мы представляли в прошлом году новичков. Ты был одним из новичков. Ой, не знаю даже, как сказать, не сравнивают ли тебя с Юрием Валентиновичем Жирковым еще. Скажи, вот серьезно, да, как себя чувствуешь именно глобально, как спортсмен, да? Да, сколько еще планируешь поиграть-то еще нас порадовать? Да, Валент, на самом деле, чувствуешь себя отлично. Ну, естественно, что, чтобы находиться в таком состоянии, да, надо для этого что-то делать. Тут лежа на диване, если только можно там в ширину расти. Вот, интересно играть. Играть хочется, огромное желание, насколько это возможно. Вот, если там два года, если нужен буду команде, то с огромным удовольствием буду готовиться там, заниматься. Вот, потому что, естественно, что, как ни крути, тем более мы там не профессиональные спортсмены, да, есть много и стрессовых ситуаций, и еще какие-то жизненные моменты, которые забирают определенное количество времени. Вот, но футбол это все-таки то, что внутри, в сердце, наверное, в душе он помогает и оставаться, скажем так, на плаву, и где-то психологически тоже помогает. Поэтому, честно говоря, даже и не хочется там думать, сколько еще поиграю, но как можно больше. Вот, поэтому буду стараться, думаю, искать какие-то возможности, чтобы и за формой следить, и за всем, что этому сопутствует. Желание есть, да? Желание, да, желание есть огромное. И желание то, что именно добры не происходит именно в этой команде, тренировки, подход к тренировкам, весь тот материал, который нам тренер, тренерский штаб скидывает для там тактической подготовки. Все это интересно, там, несмотря на возраст, да, ну, хочется. Есть огромное желание, это вот, прям, скажем так, горит. Это круто, это круто на самом деле. Тренировка и книга, по-моему. Вот, скажи, есть ли у тебя какие-то такие рекомендации? Что-то посмотреть, что-то послушать? Ну, это так, для болельщиков больше, наверное. Ну, если говорить о музыке, да, скажем так. У меня нет какого-то такого конкретного направления, от которого я, прям, скажу, ребят, все бросайте, слушайте, да. Есть отличный сайт, Banana Street он называется, где очень много разных направлений, в принципе, по возможностям и наличию свободного времени можно подобрать что-то для себя, там, ту музыку, которая нравится, да. Очень качественно все записано, очень много, там, различных диджеев, соответственно, это, там, прям, уже несколько лет я им пользуюсь. Если взять в плане фильмов, сериалов, в связи с моей профессией, у меня не было такого, прям, какого-то пристрастия к фильмам, но вот на самоизоляции «Игры престолов» у нас был семейный просмотр, я его посмотрел первый раз, сериал очень понравился, очень много серий, три недели пролетели у нас, прям, ну, ура, мы вот смотрели каждый день. Также очень рекомендую к просмотру «Мальчик в полосатой пижаме», я скажу сразу, фильм очень сложный, очень глубокий. Книга еще сложнее, я от себя скажу. Да, 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 вот. Фильмы немножко там переврали, на самом деле. Ну, я книгу пока не почитал, но фильм посмотрел, под огромным впечатлением был. Из что-то последнего, это, естественно, «Джентльмены» с Мэтью МакКонахи, тоже рекомендую посмотреть. Также очень классный фильм с ним, это «Линкойн для адвоката», тоже прям фильм отличный. Ну, наверное, это все, что вот удалось посмотреть. Ну, я, естественно, являюсь поклонником наших советских фильмов. Вот, все, что там, комедии какие-то, могу посмотреть с удовольствием, что-то присмотреть. Мне это все нравится, поэтому для меня это, скажем так, вот норм. Если брать книги, стараюсь читать все, что связано с «Московским спартаком», ну так, как являюсь. По теме, да? Да, и, в принципе, прочитал, хотя к нему, скажем так, неоднозначные отношения как к журналисту. Ну вот, читаю также Дейла Кернеги, вот тоже советую, у него много книг. Ну, в принципе, последнее, что прочитал, это, наверное, как многие, посмотрев «Полицейскую срублевку», есть такой актер, Саша Петров, вот, посмотрел в ютубе отрывки с его участия в спектаклях, прочитал книгу «За мной родиться». Вот, то есть, в принципе, немного такой романтик, но полезная вещь. Наверное, это вот мои такие советы фанатов. Замечательно, замечательно. Дим, в твоей футбольной карьере, будем говорить, да, и профессиональной, любительской, было очень много команд сегодня, мне хотелось бы остановиться на трех из них. Начнем с «Торпедо», это, наверное, нормальный вопрос. Скажи, какое место в твоем сердце занимает «Торпедо», потому что, когда я в прошлом сезоне спрашивал у Вани Каратыгина, он сказал, что «Торпедо» навсегда в моем сердце. Понятное дело, что он очень много матчей провел, по-моему, больше 400. Скажи, вот, как «Торпедо» в твоем сердце, какое место занимает? Ну, да, удалось поиграть, к сожалению, очень мало. Вот, фактически скажу, что хвалиться нечем особо, да, и всегда говорил, еще когда в институте учился, что нет ничего, никаких причин для того, чтобы бить себя в грудь, там, я в «Торпедо». Да, начинал заниматься, естественно, была мечта, хотелось играть, несмотря на ту ситуацию, которая происходила в команде, то она вылетала там со второго дивизиона, то поднималась. Хотелось попасть, где-то и поздно начал заниматься футболом. Ну, естественно, что определенное место команда занимает в моем сердце, я часть этой школы, вот, я очень благодарен тренерам, которым, которые воспитывают. Ну, люди действительно, большой вклад, если не только как спортсмены, да, футболисты, но и что-то такое, какие-то личностные качества нам тоже дали. Вот, поэтому эта команда останется, вот, и то время, которое я провел, ну, в тех матчах, которые довелось, сейчас тут на сборы ездил, получил огромное удовольствие, вот, и действительно, ребята там были классные. И уровень мастерства, там, Везьмикину, там, даже говорить нечего. Тот же Ваня Каратыгин, Алан Балой, все, огромное удовольствие получил. Дубровин также можно отметить. Скажи, вот, честно говоря, я не футболист, мне просто, может быть, дилетантский вопрос. Скажи, что чувствует молодой парень, футболист, который, грубо говоря, сидит сезон на скамейке или на трибуне вообще, и, ну, не выходит играть вообще. Каковы такие чувства, что, ну, я не стремлюсь там чего-то там плохое задеть, какие-то там обиды или прочее. Просто интересно. Скажи, вот, когда ты молод, грубо говоря, есть какое-то желание себя проявить, а тебя не упускают. Как вообще вот с этим бороться? Вал, это, знаешь, тема такая, вопрос такой отличный, да, это, я думаю, что у каждого молодого игрока какие-то свои определенные эмоции, определенные чувства в этот момент. Да, хочется играть, ты каждый раз там на тренировке где-то, естественно, ну, первая мысль, да, надо еще больше работать. Естественно, первая мысль, что хочется и определенного доверия, поддержки, вот, потому что все-таки вот этот переход от юношеского детского футбола, да, там, в профессиональную команду, он невозможно прям гладко там, невозможно ворваться. К сожалению, у нас там система подготовки на тот момент, да, и я думаю, что и сейчас она такая, что, да, у нас там игроки молодые развиваются до какого-то уровня, они играют там на чемпионатах России с другими там школами, академией, возможно, а потом это все заканчивается, остается только область, вот. И вот этот вот переход, естественно, что тут нужна поддержка стороны тренеров, если у игрока есть какие-то там данные, да, если он что-то может, умеет играть, ему, ну, необходимо дать время, необходимо там и сборы, и причем не одни сборы, выделять какое-то количество времени на поле, чтобы он мог расти, чтобы он мог адаптироваться к этому футболу, потому что там все по-другому, абсолютно все по-другому, как юношеский футбол, к сожалению, у нас, наверное, это проблема, поэтому я уверен на сто процентов, что очень много хороших талантных футболистов в стране, вот. Но вот эти вот причины, которые не всегда, они и футбольные, и не всегда, и спортивные, просто не дают людям раскрыться, вот. Ты думаешь, это, как сказать, в течение обстоятельств или реально не хватает какой-то такой еще одной ступени между, скажем так, школой футбольной и футбольной командой? Как ты думаешь? Тут от каждой стороны понемногу, и где-то психологический фактор, и не хватает ступени между вот этим вот юношеским и взрослым футболом. Ну и, соответственно, поддержка со стороны там уже тренерского штаба профессиональной команды. Все равно надо с молодыми работать, это тяжело подпадать в школу коллектива. То есть ты имеешь в виду доверие, да? Ты про доверие говоришь? Да, доверие, это должно быть доверие где-то, может быть, индивидуальные разговоры, может быть, какая-то индивидуальная работа, может быть, там тот же самый план. Сейчас время, оно уже, скажем так, все бурно развивается, очень много возможностей, там тот же самый YouTube, те же самые там. В интернете можно все найти и по подготовке, и по питанию, там уже какая-то литература, всего полно. Вот, тогда этого всего не было, и, ну, молодым очень тяжело, потому что не всегда хватает, скажем так, разума, да, чтобы там расставить где-то приоритеты на что-то обратить внимание. Вот, поэтому я говорю, многим-многим так и не удается раскрыть. Дима, еще такой момент, я, ну, ты представляешь, да, я часто нахожусь на трибунах, слышу, что говорят люди, разные команды, представители разных команд, просто болельщики, ну, неважно. Вот, и существует такое мнение, что владимирские футболисты, они, скажем так, очень домашние, вот, и мало кто, скажем так, бросается в омут с головой, чтобы попробовать себя в какой-то другой команде. Ведь, если так посмотреть, то Владимир находится достаточно в середине, в центре, да, вокруг других областей очень много профессиональных команд в любое направление, бери, Московская область, Ярославская, Костромская недалеко, Ивановская, Нижегородская, Рязань, почему бы и нет. Вот, скажи, были ли у тебя какие-то варианты, вот, на тот момент, да, ты воспитанник, чуть-чуть поиграл, да, пойти в какую-то команду более, скажем так, слабую, вот, чтобы получить практику, например, ну, просто, чтобы продолжить свою профессиональную карьеру, были ли вообще варианты? Ну, первое, то, что было, это два раза я ездил, на тот момент была такая команда Донал Московская, вот, чисто случайно пригласили, приехать на просмотр, вот, у нас тут был перерыв, и я поехал, у меня родственники там жили, я поехал отдыхать, и чтобы, скажем так, формы не растерять совсем, ходил в стадион, там занимался, вот, и пригласили поиграть в футбол, позвал на тот момент президент, узнал, вот, потому что мы тогда играли с ними, проводился в Петушках турнир, или регулярный там памятник какого-то, генерала МВД, по-моему, я уж не помню, вот. Вот, он предложил приехать, вот, два раза ездили, и, ну, вов, я скажу, что вторая лига, это, скажем так, куда-то выше я не ездил, да, очень своеобразное место, и, как правило, если приходит, приходит тренер, он привозит кого-то своего, причем, честно могу сказать, что, там, заслуг не было вообще никаких, да, чтобы требовать какие-то, там, деньги, финансовые условия, честно, хотелось играть, вот, прям, реально, было огромное желание, и на тот момент еще возраст был такой, там, и хотелось попасть в любую команду, ну, вот, именно, чтобы отыграть, вот, потому что не хотелось бросать, эти мысли, там, от себя гнал настолько, насколько возможно, вот, ну, поиграл еще на КФК за ВИЧ, но, честно могу сказать, что это не те места, ну, может быть, не эта команда, да, куда стоит ехать, чтобы, там, поддерживать игровую форму, потому что в таких командах люди собираются либо доиграть, либо просто собираются, ну, можно сказать, там, не на много уровень выше, чем чемпионат области по первой группе, ну, вот, так, да, разговоры ходили какие-то, но, понимаешь, мы там, молодые игроки, кто-то тоже нас куда-то, к сожалению, нас такого нет, взял, приехал, возьмите меня, да, кто-то там все равно, либо, там, должен договориться, попросить что-то, вот, в ЦСКА мы тоже ездили еще, когда в Дишор были на просмотр, вот, интересно-то, тренировались тоже, ну, я говорю, свои, свои, там, такие есть, закулисные подводные камни, где вопрос решается так же, я думаю, ни для кого не секретно, за счет денег тоже, вот, так что... Как считаешь, сейчас, сейчас проще стало с эпохой интернета, скажем так, да, где скауты, например, если они есть, конечно, могут посмотреть какие-то матчи, да, кого-то порекомендовать, ну, не выезжая даже куда-то в поля, да, чтобы, ну, вообще эра информационная как-то помогает, помогает, больше развивает или все на том же уровне, как, как думаешь, ну, так со стороны, если... Ну, со стороны, естественно, сейчас все это более доступно, чем раньше, да, есть возможность там следить за игроками, там, каких-то лиг, вот, но это, опять же, это все лиги, где играют молодежные составы, там, клубов РПЛ, да, я еще пока, может быть, просто не смотрел, да, как, может, где-то есть возможность посмотреть, как играют там и молодые составы, там, клубов НЛ, вот, ну, сейчас, естественно, проще, но я думаю, что если агент действительно, там, профессионал, если он заинтересован в работе, да, и в поиске игроков, вот, наверное, люди все равно ездят и все живьем стараются посмотреть, потому что все-таки даже вот посещая, там, какие-то матчи, ты понимаешь, насколько разница просмотра по телевизору и вот живем непосредственно на это, по телевизору, вот, поэтому я думаю, что тут и что-то можно смотреть по телевизору, что-то живем. Дим, еще спрошу про одну команду, которая тебе, наверное, не чужая, в следующем, ну, в этом уже, в наступающем, скажем так, сезоне, предстоит ехать в Юрьев-Польский, наверняка, Аполье, тоже тебе команда не чужая, да, что-то, может быть, тоже про них скажешь. Как вообще? Какое место? Команда не чужая, ну, Вов, я могу так сказать, что когда я туда пришел, там такой турнир, что ты можешь находиться где-то внизу, но отставать там от третьего места буквально на несколько очков, вот, тут чемпионат интересный, борьба обостренная. Сильно изменился, вот, если прошлый сезон брать, вот, позапрошлый, вернее, да, я следил за петушками, Динамо-петушки, да, они шли на вылет, вот, просто на вылет шли и за выживание боролись, а вот в прошлом сезоне они боролись за медали, и, собственно, такой, знаешь, чемпионат Франции в лучшие годы, там, Нант в один год чемпион, в другой год на вылет идет, и вот что-то такое же тут тоже происходит. Ну, да, нет, команда не чужая, хорошие ребята, там, скажем так, футбол такой силовой, вот, парни, в принципе, многие парни там с характером, вот, но у них в этом году, я слышал, там, изменения какие-то происходят, сейчас тренер поменялся, вот, поэтому посмотрим, посмотрим, что будет, очень хочется, чтобы быстрее вообще и подготовка опять у нас возобновилась, и команды собрались, уже чемпионат начался, не хватает футбола. Да, Дим, я еще раз вспомню тот ролик, который писали про новичков, я тебя спрашивал, что для тебя, Добрыня, да, ты говорил, что это семья, что это все хорошо, это я помню. Скажи, вот мне сейчас, прошлый сезон, вот, на мой взгляд, лично, и, наверное, тренерский штаб меня поддержит, ты был одним из лучших в команде в центре поля, это вот очевидно, вот, скажи, что тебя вообще заставляет впахивать, вот именно так сильно впахивать, как бы, в твоем возрасте, и вот именно в Добрыне, то есть, в твоей карьере, на самом деле, было очень много команд, и мини-футбольных, и футбольных, и, вот, для меня, как бы, откровение, что ты так играешь. Вов, ну, во-первых, это доверие со стороны людей, которые позвали, вот, которые пригласили, это со стороны Стаса, со стороны Вани, я уж тренера буду Ваню называть, вот, подумаю, не обидится. Да, нормально, нормально. Вот, это, ну, я видел, еще когда только все это зарождалось, я видел, как это все делалось, да, потом уже удалось потренироваться с ними, когда у меня травма была, восстанавливалась, потом ребята позвали, вот, ну, хочется, вот, отплатить, ну, и плюс, естественно, огромное желание играть в футбол, вот, может быть, там суперского мастерства какого-то нету, но есть огромное желание, и, соответственно, стараюсь готовиться, вот, и очень хочется помогать. Поэтому, я не знаю, со стороны людей, конечно, я не скажу, что там лучший или лучший, вот, это, ну, не мне судить, но, я говорю, хочется играть и хочется там и впахивать, и за кого-то отрабатывать, вот, в принципе, я думаю, в команде это нормально, где-то у кого-то что-то не получается, мы должны, там, ну, парням подставлять, потому что, ну, скажем так, на профессиональном уровне тяжело, да, там, каждую игру показывать какой-то уровень высокий, а на любительском, ну, все бывает, у кого-то настроение, какое-то состояние, там, работа, что-то еще сказывается. Стас говорил, что мы играем не за деньги, нам никто ничего не платит. Это тот случай, когда мы любим футбол, вот, мы любим футбол, эту команду, и, вот, ради этого всего играем. Плюс для того, чтобы, если мы что-то сделаем для дальнейшего развития команды, да, она там, ну, там, я уже закончил там через несколько лет, да, она куда-то будет еще расти, дети это будут видеть, если для них это будет какой-то хороший показатель, ну, я буду рад, да, я могу сказать, что я какой-то вклад определенный. Вот, потому что приятно, там, я участвовал в тренировках детей, на них смотреть на эту огромную кучу, да, там, аравых детей, которые с таким желанием глаза горят на этих тренировках, это, это дорогого стоит, действительно. Это вот, это можно назвать футбольной страной. А чувствуешь ли ты ответственность, вот, когда выходишь на поле, да, что, вот, именно твои дети, грубо говоря, да, с которыми ты занимался, на тебя смотрят? Вов, я думаю, сейчас тот прямой эфир, там, ноги смотрят, и это, может быть, смешно выглядеть, да, чувство ответственности сейчас. Нет, почему? Ответственность есть, несмотря на возраст, да, я тут даже где-то в комментариях проскользнул такая фраза, когда у нас сборы начались, да, кто-то откомментировал. Что, типа, зачем бегать, там, впахивать на сборах ради того, чтобы в второй группе играть? Я могу сказать, что, когда ты не настолько любишь футбол в себе, да, любишь больше себя в футболе, наверное, некоторых вещей просто непонятно. Вот, есть ответственность, она всегда, там, приезжаешь с игры, прокручиваешь какие-то моменты, вот, хочется, чтобы люди приходили на стадион, да, у нас там, возможно, не показывают какой-то суперский уровень, да, там, но, чтобы дети, вот, они, ну, они видели, к чему надо стремиться, да, расти, достигать большего, как можно большего футбола становится не только хорошим спортсменом и профессиональным, но и людьми, ну, прежде всего. Поэтому ответственность есть. Не предлагал ли Стас тебе какое-то трудоустройство после завершения игровой карьеры? Да нет, разговоров не было никаких. А хотел бы? Хотел бы, Стас? Вов, сейчас на самоизоляции, на самом деле, есть некоторые мысли, вот, если получится что-то реализовать, я думаю, что хочется попробовать, вот, в том, что связано с тем, как, возможно, что там, ну, я постараюсь найти эту возможность в этом направлении немножко уже подразвиться, да, то, соответственно, если мне что-то предложат, то я с удовольствием останусь в команде, буду помогать, вот, потому что на самом деле... Вов, пропадаешь. Что-то связь со всем у нас испортилась. Да, балуется. Вот. Давай немножко отличемся от футбола. Я, когда готовился к эфиру, смотрел твой инстаграм, твои фотографии, очень интересно, ты достаточно стильный парень, видел фотки из Будапешта, да, если я правильно понял, там, как сказать, было твое мнение о коронавирусе, я не буду цитировать, просто скажи, как ты относишься вообще к этой проблеме, к этой болезни, и... Вообще, я так понял, что твое мнение отличается немножко от всего того, что нас окружает. Вов, у меня, скажем так, да, мнение отличается, у меня есть свое собственное мнение, ну, я его, в принципе, никогда не скрываю, я всегда об этом говорю. Да, есть, ну, видимо, есть какое-то заболевание, хотя, честно могу сказать, что по приезду в Будапешт, это буквально было, наверное, за 20, когда оттуда я вернулся, да, у нас через буквально там три недели ввели вот это вот что-то там, самоизоляцию, да, то есть, ну, там абсолютно вообще никаких признаков того, что есть какое-то, там есть какая-то, я не говорю даже про эпидемию, да, есть какие-то там заболевания, инфекции, люди там гуляли, и какие-то там... Очень было сложно встретить человека в маске, прям очень тяжело, это все настолько... В аэропортах не было никаких там проверок, ничего. Что касаемо нашей страны, ты знаешь, у нас от алкоголизма больше умирает, десятки тысяч раз, у нас безумное количество детей, которые болеют раком, умирает ежедневно, вот. Если мы там статистику изучим, да, да, есть заболевания, я согласен, что... Но при всем при этом, я сейчас, наверное, такую фразу произнесу, кто-то меня будет осуждать, кто-то нет, я не знаю, но это сугубо мое личное мнение. Наше государство перед людьми должно вести такую же ответственность, как мы несем перед этим государством. Вот, я даже больше скажу, наше правительство, не наше государство, а правительство. Вот, к сожалению, нам могут только штрафы выписывать, да, и, соответственно, какие-то ограничения ставить, которые, ну, все прекрасно понимают, что это незаконно. Вот, поэтому у меня свое отношение к этому всему. У меня действительно... У меня мама работает в детском саду, я думаю, что люди, которые связаны с этой профессией, они прекрасно понимают уровень зарплат. Я знаю, сколько получают врачи, учителя, но я могу сказать, что это издевательство, и поэтому... Да, я понял. Больная тема, Дима. Да, тема больная, поэтому... Я говорю, это сугубо лично мое мнение. Я считаю, что можно закрыть там все алкомаркеты, магазины, но людям хотя бы дать возможность там гулять и заниматься спортом. Потому что, сидя дома в четырех стенах, иммунитет быстрее рухнет и заболеет, чем угодно. Да, это примерно то, о чем я спрашивал Андреича, да, что, грубо говоря, переболеть, сразу этим вирусом потерять месяцы жизни, или все лето убить, да, сидеть дома и осенью все равно заболеть, потому что иммунитет слабый. То есть ни солнышка, ничего, ни витаминов не видел. Вот, хорошо. Есть ли какие-то для тебя плюсы в режиме самоизоляции? То есть что-то хорошее есть? Единственный плюс – это то, что я больше времени сейчас провожу дома, да, в своей семье. Это вот огромный плюс. Вот. В остальном это… Ну, для меня это тяжело, потому что моя профессия – это постоянно какие-то разъезды по области, да, там. Это работа там на природе, скажем так, тоже. Вот. Ну, и, соответственно, так как человек, который занимается спортом, я люблю спорт, мне нравится играть, там, футбол, я люблю, там, другие направления, что-то там в плане фитнеса, да, что может посодействовать, там, поддержка хорошей формы. Ну, я не знаю, это вот, ну, это настоящий ад. Вот. Поэтому то, что говорят нам по телевизору, да, ну, к сожалению, в основном говорят те, у кого там миллиардные, миллионные суммы, да, можно сидеть, и когда надо своей семье обеспечивать, это тяжеловато. Да, 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 это не то, что тяжеловато, это невозможно порой, да. Да. Ну, еще такой вопрос. Дим, кого бы ты назвал самым крутым своим партнером по команде? Ну, из любой команды, вообще из любой. Из любой команды. Если сложно? Да, нет, нет, не сложно. Если сложно, то... Если мы возьмем Добрыню, да, я могу сказать, что Саня Кошкина, если он еще и в Северусе поиграл, получил огромное удовольствие. И сейчас тоже получаю удовольствие огромное. Вот. Могу нашего молодого парня перспективного Андрея Рябову также отметить. Вот. Я думаю, что, в принципе, парень тоже может. И я это не скрывал, когда его только первый раз увидел. Ну, естественно, наш вратарь питерский, который подъехал. Вот. Он, правда, своими носками затмил тут вообще всех. Все. Ну, получается, неплохо. Я так понимаю, он смотрит, ему будет приятно. Да. Ну, если возьмем мини-футбол, то мне вообще, я могу сказать, что вот реально повезло в этом году. Ну, сезон не доиграли, но ребята предложили поиграть за Атлетик. Вот. Вообще могу сказать, что это удовольствие, которое вообще не имеет цены. Играть там с Ваней Каратыгином, с Серегой Дубровиным, Андрюх Смирнов там подключается. Вот. Вова Ферсанов тоже. Это человек уже тоже. И тот же питерский вратарь, да? Да. Команда, 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 скажем так, ветеранская, но ребята вообще в офигенной форме, коллектив отличный. Поэтому вот с ними тоже огромное удовольствие. Хоть там не удалось торпеду поиграть, да, очень долго, но на сегодняшний день вот то, что меня туда взяли, это прям... Я прихожу тоже, там, глаза горят, хочется играть, и иногда там забываешь, что тебе уже там не 20 лет. Хорошо, хорошо. Место, где мы все забываемся. Хорошо, Дим, наверное, все, я у тебя спросил уже, все, что готовил. Давай скажем что-то на прощание, да, болельщикам, да, какое-то пожелание о новом сезоне, да, какие ожидания. Ну, так, как и многие, наверное, в нашей команде, да, с огромным нетерпением ждут этот сезон, вот, постоянно мы его тут обсуждаем, с нашим вратарем тоже часто общаемся по этому поводу. Ждем каждый раз, хочется, каждую неделю, жду, что вот сейчас эти все ограничения у нас снимут, и мы начнем там тренироваться, играть. Болельщикам хотел бы сказать огромное спасибо, да, всем, кто приходил, вот, потому что, ну, с какой, возможно, где-то тяжеловато, да, смотреть тут, потому что у нас там не суперский уровень, да. Вот, детям огромное спасибо со школы, да, они там приезжали, смотрели, кричали, болели, это действительно приятно, находиться в этой атмосфере. Их родителям огромное спасибо хотел сказать, потому что тоже они тут и на трибунах появляются. Ну, и пожелать, чтобы не прекращали, скажем так, становление, путь становления детей как футболистов, помогали всячески, поддерживали. Естественно, что без поражения не бывает, это спорт, вот, но в любой ситуации они, чтобы говорили, что ты все можешь, все получится. Я также еще вот забыл про одну книгу сказать, называется «Разум чемпион». Книга отличный мотиватор, мне посоветовал ее, скажем так, один очень перспективный тренер по физпоготовке, парень мне помогал восстанавливать после операции в прошлом году. Вот, я советую почитать это не только там и родителям, там нашим молодым, но книга очень полезна. Там, скажем так, судьба, очень много спортсменов из различных спортов, но мы можем что-то почерпать, почерпнуть для себя, не только там для занятий спортом, но и просто для различных жизненных ситуаций это помогает. Вот, и хотелось бы сказать, что мы их очень ждем, всех наших болельщиков на трибунах, вот, для поддержки. Я думаю, что этот сезон будет посложнее, чем прошлый, вот, все-таки уже там другой уровень, как ни крути, но мы будем стараться, будем играть только на победу. Вот, я думаю, что у нас должно многое получиться, поэтому всех ждем, ждем с нетерпением, возобновлением, снятие всех этих ограничений, тренировок. Вот, и я думаю, что скоро встретимся уже на нашем большом джином поле. Давай, Дим, не унывай, ждем побед, ждем игр, ждем сезона. Все, спасибо, Вов. Спасибо, Дим, тебе спасибо, Дим. Счастливо. Счастливо.